Мои любимые зрители, спасибо, что вы с нами и поэтому вы увидите парадокс. Скажу вам честно, что когда я смотрю на эти фото Lada Raven, мне не верится, что такой красивый спорткар может быть нашей Lada. Самое главное, что у нас таких разработок попросту не бывает, но по крайней мере с таким дизайном. Насколько мне известно, проект Lada Raven создан российским дизайнером Дмитрием Лазаревым. Как-то давно я делал ролик про Lada Raven, мол такой концепт и Lada. И мне этот самый дизайнер написал, что убери, это неправда, проект продан. Я не стал спорить и удалил ролик. А история этого концепта такая. Наш любимый дизайнер предложил свой проект Автовазу. Честно говоря, в сети тогда гуляла легенда, что это будет Lada. И что ответил Автоваз. Но мы все поняли, какой получился ответ. Конечно отказали, но наш дизайнер не растерялся и нашел имя своему проекту. Главное это иметь цель. Австрийская компания Milan Automobile GmbH и компания, где работал Дмитрий Лазарев, в 2017 году подписала соглашение о сотрудничестве. Короче говоря, австрийская фирма купила права на дизайн Lada Raven. Естественно, имя поменяли на Milan Reed. Кузов этого спорткара очень крут. Был разработан двигатель фирмой AVL V8 объемом 6,2 литра, укомплектованный четырьмя турбинами с мощностью суммарной 1325 лошадиных сил. Движок оснащен семиступенчатым роботом в комплекте с двумя сцеплениями и весь этот агрегат выдает крутящий момент в 1400 ньютон на метр. Суперкар сотню делает за 2,7 секунды, 200 за 5,4, 300 меньше чем за 10 секунд, 400 свыше 10 секунд. Это просто пушка, а не машина. Весь кузов сделан из сверхлегкого углепластика. Рычаги подвески тоже сделаны из углевого окна. В конструкции передней и задней части подвески многие узлы сделаны из титана, тормоза от Брэмбо и вес этого автомобиля 1 тонна 300 кг. Так как в 2017 году были куплены права на кузов, уже хочу заметить, в 2018 году 18 автомобилей были уже проданы, а продажа остальных только по предварительной записи. Милан Автомотив GMBH была создана экс-гонщиком Маркусом Фуксом. По некоторым данным всего Милан Автомотив планирует выпустить 99 экземпляров. Цена одного гиперкара от 1,8 миллиона евро. Эта история интересна тем, что наш производитель отказал, а зарубежный принял предложение и всего через год появился суперкар Милан Рид с довольно сложной конструкцией и дизайном. А вы тут думаете, в чем же тут парадокс? Но ведь продал дизайнер модельку и история получилась хорошая. Все как в сказке, все довольны. Итак, что с ней стало? 11 февраля 2019 года владелец Маркус Даниэль Фукс был взят под стражу. Его обвиняют в обмане нескольких инвесторов на миллионы долларов. В результате 27 марта 2019 года было подано заявление о банкротстве компании Милан Автомотив GmbH, которая была закрыта на следующий день. После смены защиты Фукс принимает обвинение приговариваться к 4 годам тюремного заключения. Итак, по некоторым данным у машины не было даже двигателя, это просто макет. А то, что АвтоВАЗ отказался, так может и правильно сделал? Напишите в комментариях. Подпишись, пусть будет нас много. Любой проект оценивается вниманием друзей. Пусть нас будут миллионы. Всем вместе веселей!